Чтение книги Бытия Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу, земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, Откуда вы пришли? Они сказали, из земли ханаанской купить пищи, и отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу. Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рубин отвечал им и сказал, Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. Слово Божие. Слово Божие. Милость Господня да будет над нами, ибо мы уповаем на Тебя. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышления сердца Его в рот и рот. Милость Господня да будет над нами. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Милость Господня да будет над нами. Милость Господня да будет над нами. Говори, Господи, раб Твой слушает, Ты имеешь слова жизни вечной. Аллилуйя! 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 Господь с Вами! Чтение Святого Евангелия от Матфея. В то время Иисус, призвав двенадцать учеников Своих, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена таковы. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков, Заведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков, Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на Ипачи к погибшим овцам дома Израилева. Ходяша, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Слово Господне. Дорогие братья и сестры, в эти дни проходят Дни духовного обновления, для священников, их 346 из 32 стран мира, прибыли сюда, в Меджугорье, для духовного обновления. То, что для всех нас необходимо, — это духовное обновление. А это значит возвращаться к Источникам, вернуться к Иисусу, потому что Он — наш Источник, вернуться, приблизиться к Его сердцу, потому что мы неосознанно, конечно же, отдаляемся от Него. И мы, священники, мы также, бывает, отдалимся от Иисуса и идем, следуем за своими мыслями, следуем за какими-то своими желаниями, своими представлениями, планами. И поэтому Иисус призывает нас, «Последуй за Мною». «Иди за Мною, последуй за Мною». «Кто желает быть учеником Моим, пусть следует за Мною». Это девиз этих дней духовного обновления, так же, как и всех остальных дней духовного обновления на протяжении этого года. И что мы слышим сегодня? Что Иисус говорит нам? Он говорит, Он посылает учеников и говорит им, дабы они шли к погибшим, дабы они шли к тем, в которых нечистый дух, которые имеют нечистого духа. А это, можно сказать, те погибшие люди, ибо в себе имеют нечистого духа. А Иисус дает им власть, чтобы изгонять нечистых духов, а значит, освобождать людей. Что такое нечистый дух? Что это? Может быть, мы подумаем, как это реальность какая-то прошлого того времени, в котором был Иисус. Такие выражения употреблялись тогда, а сегодня, сегодня это уже не существует, потому что мы уже прогрессируем. И тогда мы обманемся, братья и сестры, если мы будем так думать, потому что существуют нечистые духи, и сильно существуют, и в нас, возможно, существуют. Когда кто-то обидит нас, тогда в нас проявляются отрицательные чувства, негативные мысли. И что происходит? Эти негативные мысли и чувства в нас, они загрязняют наш дух, загрязняют его. Они как бы помутняют воду, могли бы мы сказать. Мы знаем, когда вода станет мутной, тогда она не чистая, а грязная. Что может произойти тогда? Если мы позволим, чтобы это осталось в нас, тогда злой и зло используют такую ситуацию и начинают царствовать в нас. Тогда нечистый дух, дух злого, царствует в нас. Как царствует в людях и посреди людей, которые в конфликтах. Когда немного посмотрим, понаблюдаем, мы можем заметить это, а может быть, можем видеть и на собственном примере, как тогда человек закрывается, закрывается как-то в своей голове, в своем размышлении. И конфликтует с другими, не разговаривает с другими, создает барьеры, находятся различные аргументы для того, чтобы не разговаривать с другим в семье. Найдутся различные причины, настолько сильные, что невозможно перейти порог другого дома, что невозможно видеть ничего доброго в другом человеке. Тогда загрязняется взгляд и загрязняется сердце. Вспомним, как взгляд людей в синагоге, когда Иисус говорил в Назарете, как их взгляд станет нечистым, загрязнится, а ведь был чист, ведь был чист, и были открытым для Иисуса. Но когда кто-то сказал, откуда это у Него, а именно, ведь это ведь сын Иосифа, это сын плотника, это сын Марии. Взгляд и сердце людей, которые были в синагоге, стал нечистым, загрязнился, и они больше не могли видеть Иисуса чисто, но они смотрели на Него через что-то, через Иосифа и Марию, которые были простыми людьми. И в этих людях в Назарете в них вошло недоверие, сомнение. Как он может быть таким, такую мудрость иметь, и такие чудесные силы, а родом из такой простой семьи, которую все мы знаем. В сердце вкралось недоверие, загрязнилось сердце, заблокировалось сердце. и закрылось. И Евангелист говорит, больше Иисус не мог здесь ничего совершить, из-за их неверия. А люди верные, в синагоге молятся, а в сердце подкралось недоверие, неверие. Далее Иисус желает войти к Закхею в дом. Он входит в его дом, а люди, которые наблюдают за этим, говорят, не смеет он входить туда. Почему они это говорят? Потому что в них, ими завладел этот дух нечистый. они видят в Закхеи только лишь грешника. И мы видим грешника, и, безусловно, мы должны видеть грех. Но что делает нечистый дух? Это тот, который блокирует человека настолько, что тот не может видеть больше ничего другого, а видит только грешника, и не имеет сил увидеть ничего другого, и не имеет сил прийти к нему, войти в его дом. А Иисус свободный, сердце его чистое, он видит грех, он видит грешника, он видит в Закхеи грешника, но видит и что-то другое, видит что-то еще, видит сына Авраама, и говорит, и он сын Авраама. Эти люди, которые подняли камни, чтобы каменовать ту женщину, которая согрешила, в них нечистый дух, который владеет в них настолько, что поднимает их руку и берет в их руку камень, настолько владеет ими, что они способны даже убить. нечистый дух, который царствует, омрачает их взгляд, что они видят только грех и ничего больше, и настолько царствует в них, управляет ими, делает их рукой то, что пожелает. Они как марионетки, куклы в руках зла. Как нечистый дух входит в сердце человека, царствует, правит и разделяет людей. Тогда, когда ненависть входит, она загрязняет сердце, и люди разделяются. Это Его дело, дело злого. А Иисус желает, чтобы ученики шли к таким людям. И мы сегодня, дорогие братья, священники, размышляли о свободе, о внутренней свободе и о Божьем Слове также. И вспомним, сегодня, как мы привели один пример, Алипия. это друг святого Августина, который ненавидел гладиаторские бои в амфитеатре. Он ненавидел это и не хотел идти туда. И его друзья его заставили, сказали, давай, пойдем, идем, идем. Это не так страшно. Может быть, сегодня, мишними словами, мы сказали бы так, а все так делают. Все. Ты не классный, ты не в моде, ты не современный. Давай, пойдем, мы должны пойти туда, идем туда, чтобы ты увидел это. И он противостоял им, говорит святой Августин, и говорил в себе, нет, я не желаю это видеть. Даже если меня и заставят, я закрою свои глаза, я не буду смотреть на это. Но, однако, через уши пришла к нему нечистота. Он забыл закрыть и свои уши. Когда на вершине борьбы между гладиаторами, когда один поборол другого, масса, толпа народа встала, и наступил огромный шум, и он открыл свои глаза. И говорит святой Августин, в его сердце вошла страсть смотреть гладиаторские бои. Вошло зло, вошла нечистота, и сердце его загрязнилось. Один молодой человек из общины Чинакула, я слушал его свидетельства, когда он рассказывал о том, как его сердце было загрязнено, порабощено, нечистое. Он рассказывает, когда я был погружен в мир наркотиков, однажды у меня закончились деньги для наркотиков. И я тогда вспомнил, вспомнил свою маму, которая тогда находилась в больнице. Я вспомнил золотую цепочку на ее шее. Я пошел туда, в больницу, я сорвал золотую цепочку с ее шеи, ушел, продал эту цепочку и на эти деньги купил наркотики. Только когда я начал освобождаться, будучи в общине, освобождаться от влияния наркотиков, когда я через молитву, отрещение, через жертву на коленях и в молитве, и в посте, когда я начал исцеляться и освобождаться, только тогда я осознал, что я сделал своей собственной матери. Как нечистый дух может поработить, как поработил сердце этого молодого человека, что он не видел своей собственной мамы, не видел вовсе ее. Настолько его сердце было загрязнено нечистым и порабощенным, зависимым, что он хотел только одного, удовлетворить своей страсти. Иисус посылает учеников и говорит, идите, я дарую вам власть, освобождайте людей, освобождайте их. Освобождайте, идите к таким. Не осуждайте их. Так как иногда происходит, что мы говорим, так он такой, он неправильный, не пойдем к нему, не будем иметь ничего общего с ним. Конечно, мы должны беречь свою внутренность и свой внутренний мир, и поэтому важно защищать себя от ложных, плохих компаний и свой внутренний мир. это одно. Но другое, то, что говорит Иисус, идите, помогите людям, помогите Ему, не осуждайте того, кто утопает, протяни Ему руку. Иисус, когда Петр начал тонуть в море, в первую очередь подал Ему руку, а потом сказал Ему маловерно, и потом сказал Ему критику. Вначале протянул к Нему руку, помоги тому человеку. Вот это, братья и сестры, желание Иисуса, и это смысл нашего священства, и Он желает, чтобы мы шли к таким, чтобы помогали им. И Он говорит, идите к погибшим, к погибшим. Вот тот человек, в котором этот нечистый дух, он погибший, ибо не осознает этого, как этот Олибий, друг Августина, не осознавал, что нечистота вошла в его сердце. Святой Августин должен был помочь ему. Этот молодой человек из общины Чинакула не осознавал той нечистоты, того нечистого духа в себе. Он должен был поступить в общину Чинакула, и через молитву, и пост, на коленях, исцеляться, и освобождаться. Помощь к нам должна прийти извне. Мы не можем сами освободиться, ибо мы внутри этого, в этой тюрьме, в этой келье, и мы ослепленные, мы не видим, не видим, в каком мы состоянии, и должна прийти помощь со стороны. А чтобы мы смогли это, нам необходима любовь, необходимо нам милосердие, потому что сердце Иисусова там с этими погибшими. Мизерикордия, значит, милосердие. Сердце с теми, кто мизери, кто бедный, кто погибший, потерянный. Его сердце там, его сердце там, с этой сотой овцою, которая потерялась, пропала. И Он желает, чтобы и мы это делали. Милосердный Отец ожидает, ожидает блудного сына, ждет и принимает его с радостью. А Иисус желает, чтобы мы не только ожидали, но шли, искали погибших, потерянных. И в завершении Иисус говорит, проповедуйте, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, приблизилось Царство Божие. Бог близко, Бог здесь. Но я бы сказал так, надеюсь, что Иисус так же думал, не только проповедуйте, но то, что Царствие Божие близко, люди поймут не только из ваших слов, но потому, что вы пришли к погибшим, пошли к погибшим. Ибо Царствие Божие приближается через вас, через вас приближается к тем людям. Ибо Божья воля пойти к погибшим, Божья воля в том, чтобы спасти утопающего, Божья воля, чтобы помочь человеку, Божья воля пойти к Закхею, потому что грешник, потому что он грешник, он потерянный, погибший, ему нужна помощь. Божья воля в том, чтобы спасти эту женщину, а не каменовать ее, спасти ее. Дорогие братья и сестры, дорогие священники, Иисус зовет нас, Иисус сегодня говорит нам эти слова. Примем их своим сердцем и позволим, чтобы Его любовь нас вдохновляла исполнять их. Аминь.